В ночь с 6 на 7 января в православных храмах состоялась рождественская служба. С какими чувствами православные северяне встречали праздник, расскажет Елена Громачикова. Рождество – одно из главных событий православной церкви. Пандемия в прошлом и в этом году. Верующие примут участие в богослужении без ограничений, создавая атмосферу светлого праздника. Каждый сам решает для себя, нужно идти на богослужение или остаться дома. В Мурманске вечерние службы были организованы во всех православных храмах. Спас на водах не исключение. Я с детских лет крещен. И как бы только единственное, вот последние годы, вот последних лет 10-15, наверное, я больше времени уделяю. Раньше была работа, были другие дела, были семьи. А сейчас как-то все больше в эту сторону склоняемся. С возрастом начинаешь думать о других ценностях. Стала посещать храмы и вот стала верить в Бога, потому что надо верить в Богу. У меня своя была история, поэтому все приходят либо через радости, либо через беды. У меня не совсем радостная была причина, но слава Богу, Господь привел. А что вот вам дает вера? Ну, вера – это все. Все. Это смысл. Ну, это радость, счастье, радость жизни, веселье. Слово «праздник» зачастую связывают с обильным застольем. Но православное торжество – совсем другая история. Главное здесь молитва, пост, исповедь, причастие. Рождественская ночь – это не только память о событиях того времени, когда Христос пришел в наш мир ради спасения людей. Для меня Рождество – это новая эпоха для человечества. Потому что у нас ведь летоисчисление даже в христианской цивилизации от Рождества Христова. Новая эра. То есть эра уже построенная не просто на инстинктах, которые тоже присущи человеку, а уже построенная на любви. И любовь пришла вместе со Христом. Понятие о любви именно жертвенное. Он сам проливает свою кровь за все человечество. Этим показывает, насколько он любит этот мир и свое творение. В этот светлый день категорически запрещается вступать в спор с окружающими вас людьми, сквернословить и думать о плохом. Да и шумное проведение гуляний не приветствуется. В течение светлого праздника все должно проходить скромно.